Друзья, всем привет! И снова с вами я, Алена. Сегодня у нас тема – это пищевые срывы. Пищевые срывы, которые случаются с тобой достаточно часто, и ты, возможно, не понимаешь, что это такое, и почему с тобой постоянно случается одно и то же. Самое очевидное, что плохо работает кишечник, дисбактериоз, и это сродни психоз. Если за вас решают тяжелодные бактерии, грибы, паразиты, то на сладкое, на дрянь тянет бесконечно. Патогенная микрофлора просто производит сахар и просто на этом кайфует. Планируя переход на чистое питание, ты в первую очередь разберешься с базой, базой дефицитов. Есть протоколы с 100% результативностью, решили, сделали и пошли. Восстановление после ОРЗ, ОРВИ, переломов и других заболеваний требует сильных восстановительных механизмов. Разрушенные мембраны клеток требуют строительного материала на восстановление. Жесткие дефициты по нутриентам, по микроэлементам, по различным вот этим историям заставляют тебя сжирать огромные тонны сладких порций. Да я сама была когда-то такой, когда имела много дефицитов, имела кучу заболеваний и в связи с этим пила непомерно кофеин и ела всякие сладкие творожки для того, чтобы утолить вот эту какую-то жажду. Но я не понимала, что у меня не хватает строительного материала для того, чтобы вообще работали мои мозги и нормально мой организм. Несмотря на то, что ты можешь весить да сколько угодно много, да хоть 120, хоть там 150 килограмм, неважно сколько ты можешь быть в дефиците. Разрушенные мембраны, как я сказала, клеток требуют восстановления. Жесткие дефициты, эта задача отлично решается при помощи нутриентов, потому что ты не можешь вжирать тонну и ей компенсировать. Либо можешь, но это провоцирует у тебя расстройство пищевого поведения, которое нафиг тебе не нужно. И если ты понимаешь, что у тебя уже РПП, то с этим делом нужно работать комплексно. Не только психотерапия, но и дефициты, но и график питания, который тебе должен помочь. Придерживать голод в твоем случае нельзя. Иногда будут зажоры тогда очень тяжелыми. Если ты чувствуешь, что надо поесть, иди и ешь. Не спрашивай, можно ли мне, нужно ли мне, по времени ли это. А Маша попукала, а Маша покушала. А ты голоден, спроси у себя, ты сейчас голоден и что бы ты съел. Если ты накидываешься на определенные продукты, то это реально говорит о том, что какого-то элемента строительного тебе не хватает. Если ты привык забивать свое тело чем-то не тем, то, поверь, на глобальную работу тебя просто элементарно не хватает. Тяжелые физические нагрузки, то есть спорт, который, например, не подходит именно тебе, он забирает у тебя силы. Ты не понимаешь, что Маша может приседать 350 раз, и у нее могут быть бицепсы, трицепсы и полтора цепсы. А у тебя, например, есть ограничение какое-то по здоровью. И ты можешь любоваться на ту Машу, но выбирать для себя сберегающую нагрузку, которая будет и расходовать энергию, и в то же время давать тебе силы. Если мы идем в долги по нутриентам, то наши ресурсы исчерпываются очень быстро. И как только ты начинаешь наедать свое здоровье, например, витаминчик А у нас так держится полтора года. Витамины группы В до пяти лет. Но если ты веган, и ты неправильно соблюдал какую-то диету, если ты жесткий какой-то пищеголик, углеводник, то ты тоже, например, в дефиците белка, и, возможно, и железа. И многих-многих таких строительных материалов, которые теперь тебе нужно долго собирать. Я тебе расскажу потом историю про себя, про свой спорт, про свои травмы, и про то, как я восстанавливалась, и до сих пор на самом деле восстанавливаюсь. Но я четко знаю про себя, что я не Маша, я не Глаша, я не Вася, и у меня есть определенные потребности физиологические, так же, как они есть и у тебя. И для этого тебе в помощь идут анализы. Анализы, в которых ты можешь действительно удостовериться, на каком уровне твой инсулин, на каком уровне твой гемоглобин, ферритин, уровень витамина D. И понятно, что это все компенсируется не просто нагрузкой нутриентов, это компенсируется твоей пищей. Но помни о том, что каждый день ты выполняешь какую-то работу, которая также расходует твой биоматериал. Если эта работа забирает у тебя очень много ресурса, то ты тоже можешь быть в дефиците, и это норма. Сегодня дефицит одного, завтра другого. Главное, чтобы этот дефицит не был такой, знаешь, похож на пятилетние скопления, которые ты потом просто не можешь разодрать, отодрать и разобрать по частям. Накопленный эмоциональный стресс, который приводит к дефицитам, это просто трындец. У меня люди в психотерапии находятся достаточно долго, которые приходят в психотерапию со словом, «А вы мне поможете?» Да ты, детка, годами мучился, ты страдал, и сейчас у тебя не только дефициты, у тебя просто развалы. И когда человек собирается как пазл, начинает оживать, сиять, у тебя на глазах он тебя благодарит, понимает, что вот этот стресс, в котором он находился и боялся прийти за помощью, вот это была не норма. И вы сами выбираете, например, находиться вам в стрессе, либо вам сделать шаг к изменению своего состояния. Если вы в ресурсе, а как вы можете быть в ресурсе? Вы можете быть в ресурсе тогда, когда у вас есть чем делиться. Если вы постоянно мучаетесь афизнагрузками, истощаетесь на работе, гневаете, злитесь, агрессируете, стрессуете, ищете способы справиться, но ничем не компенсируете, вот это называется бесконечный кортизол, называется человек на кортизоле. И когда человек на кортизоле, друзья, то у него происходит такая вещь, поломка системы. И вот, казалось бы, он чинит почки, он чинит печень, он чинит инсулин, он чинит все. Почему? Потому что стресс – это то, что разрушает. А может быть ли по-другому вообще? Может быть ли с тобой по-другому? Конечно, может, если ты начнешь разгребать свою историю, где я могу перестать заходить в стресс так быстро. И килограмм съеденного чернослива – это не про слабую волю, это не про поиск нужного ингредиента, это про долгий стресс. Для того, чтобы его скомпенсировать, ты берешь чернослив. Иногда ты берешь тазик мороженого, может быть, там еще чего-то, может, съедаешь холодильник. Но это про что? Это не про слабую волю, это про поиск выхода. Весь месяц я работаю в интенсиве над отношениями с собой и над отношениями с другими. Я приглашаю тебя посмотреть ролики и поучаствовать в этом интенсиве и проработать то, что тебя заводит пошагово в стресс, потому что в стрессе быть действительно небезопасно для твоего здоровья. Самое очевидное, что пищевые срывы – это как такой ком. Потом, когда есть пищевой зажор, потом нужно выходить из него, и ты это прекрасно понимаешь. Ты начинаешь садиться на какие-то глобальные диеты, опять какие-то ограничения, но это не работает. Тебе поможет разбор твоей головной мясорубки, которая у тебя происходит. Тебе поможет некая ограничительная диета, не в смысле ограничения, а в смысле очищения, потому что после любого такого зажора, захламления, например, когда человек съедает целый торт, либо мороженого, тазик, действительно на следующий день у него глюкозка-то не так работает. И ему и нормально, что хочется опять это повторить, ведь сбит гормон. Но если он оптимально выходит из этого состояния, но самое главное, ведь не диета здесь лекарства, а диета в помощь на следующий день тебе. Если ты понял, в чем у тебя твой зажор, и почему тебе это дохреново плохо, и ты знаешь, как с этим справиться, то ты на следующий день действительно с этим справишься. Но есть такая еще одна штука. Я бы не говорила о ней, если бы не разбиралась в нутрициологии, биологии и вообще во всех этих историях. Эта штука называется патогенная микрофлора. Вот нажрала я, например, сегодня чего-то такого сладкого. Ну, хотелось мне, да. Что-то там мозгу моему не хватало. Или я так думала. На следующий день у меня привет кандида и привет какие-нибудь там паразитарочка. И ведь они тоже хотят кушать. Поэтому вот эту историю нужно тоже будет закрывать и постепенно от этого тучаться. Но когда ты разделяешь себя и то, что происходит в твоем организме, хотя ты, казалось бы, это все единое целое, то ты имеешь выбор и ты имеешь способность, которая дает тебе возможность от этого всего избавиться. Дальше, что я еще хотела сказать про пищевые срывы. Я расскажу про свои истории. Я после физнагрузки не могла остановиться. Вообще просто мне казалось, что вот это мне для магния, вот это мне для кальция, вот это мне... Короче, там уже шли очень большие запасы еды. Но на самом деле нужно понимать, какая нагрузка тебе по силу. И если ты просто ежедневно мучаешь свой организм какими-то неправильными видами спорта, которые не подходят лично тебе, то он скажет привет. И скорее это уже будет даже не психологический, не физиологический, а психологический стресс, потому что ты не выходишь из этого состояния. Ради интереса хотела предложить себе такую историю, насколько у меня получится держать низкий жировой процент без лактозы. И так вот, после марафона, который я там проводила, я пошла и купила себе один килограмм мороженого, и просто взяла его и съела. И вот это все привело к чему? Что живот вырос, но суть-то не в этом. Я была истощена от своего марафонского забега и просто ложками ела это мороженое. Думаю, тебе это не надо. Далее у меня был стресс, например, связан тоже с переездом. У меня был стресс, связан с потерей близкого. И тоже опять какие-то появлялись пищевые пристрастия. Но я знаю свою историю как психолог, психотерапевт, и я очень быстро с этим разобралась, как только поняла, где выход. Но фишка здесь в чем? Ты можешь не понимать, где выход. И тебе просто нужно за уши себя антикризисно вытаскивать из этой истории и давать себе пинок в сторону жизни. Потому что иногда ты можешь застрять в своих каких-то патологических убеждениях о том, что мне надо разрешить какой-то вопрос. Нет, тебе надо помыть полы, тебе надо приготовить мужу еду. Вот этим вот ты и отвлечешься сегодня. И это и будет твой, например, выход. Потому что по-другому никак. Далее. Каждый постменструальный синдром, мне очень часто об этом девушки пишут, вызывает у тебя дикий жор, голод на сладкое. Да, иногда и у меня такое появляется. И я знаю, как с этим работать. Я нападаю совершенно на другую еду, которую на завтрак, например. Я двойную порцию беру эфирных масел, авокадо, орехи, льняное масло. Это все меня заправляет, дает энергии и мне хочется меньше сладкого. Но тем самым я не блокирую эту потребность, способность воздерживаться. Я просто добываю это другим способом. И что еще я делаю? Я всегда работаю со своими мыслями. На самом деле я хочу сладкого, либо это ПМС. На самом деле я хочу сладкого или нажраться, либо я сейчас огорчена. На самом деле я хочу обожраться, либо у меня просто нервное истощение, от того, что я переработала или где-то не выразила свои эмоции. И так же может работать и у тебя. На своем курсе «Антистресс» я как раз даю конкретные шаги и механизмы, которые помогают тебе выйти из вот этих пищевых зажоров. Также рекомендации по поводу того, как справиться со всем этим, очень быстро приходят в твою жизнь и внедряются. И ты даже не замечаешь, насколько это становится твоей личной историей. С тобой была Алена, твой психотерапевт, психолог, нутрициолог, блогер. Как хочешь, меня называй. В общем, главное, чтобы тебе помогало. Жду тебя на своих консультациях, семинарах и просто в прямом эфире и на своих видео. Если видео было полезно, пожалуйста, поставь этот лайк, подпишись, делай там все, что нужно, разрекламируй или как это все. Ты сам, в общем, понимаешь, потому что YouTube требует вот этой всей истории. Пока-пока.